Мур, привет друг, это Зверько, и я не с пустыми руками, а с гайдом на линго. Этот синий зяблик, довольно неоднозначный герой оказался для многих игроков. Все дело в новой механике беге по стенам, которую, как я считаю, должны доработать, поскольку не всегда удается сходу запрыгнуть на стену. Так вдобавок, персонаж имеет низкие стартовые характеристики, что является проблемой для убийцы. Итак, по навыкам. Кратко опишу для новичков, а нет, нифига не кратко. Подробности будут все равно в тактике. Пассивка. У линго нет маны, но есть энергия, которая расходуется на первые два навыка. На земле энергия восстанавливается полностью с нуля за 30 секунд, на стене за 13 секунд. Выбор, где будем находиться, вполне очевиден. Кстати, энергия еще восстанавливается от атак по противнику и ульте, но об этом позднее. У линго на старте есть собственный запас на шанс крита 20%. Плюс ему этот шанс добавляет первый навык при развитии. За это линго расплачивается тем, что почти всем персонажам бонус от крита дает плюс 100% к урону, а у линго лишь 60% к урону. Именно это ослабляет старт. Первый навык. Прыжок на стену. Используя цигун, линк легко запрыгивает на стену. Так, стоп. Я, как инструктор цигун, ответственно заявляю, на стену запрыгнуть не сможете. Ну ладно. Развитие навыка увеличивает шанс крита, скорость перезарядки и, что важно, затраты энергии уменьшает. Если на первом уровне ты делаешь три прыжка по трем стенам, то на шестом уровне четыре прыжка сразу и через секунду пятый прыжок. Путь до реки в любую сторону это четыре прыжка с базы, то есть линк очень подвижный, хоть и нуждается в передышке. Кстати, теперь баф уменьшает потребление энергии, хоть и ненамного, а значит брать в одну команду более двух бафозависимых не стоит. Камуфляж у линга на стене, как у карины. Его явно видно, но на карте не отображается. Автоатакой и навыками, которые требуют захвата противника, по нему не попасть. Но если он получает урон на стене от направляемых навыков, то стелс спадает, а если ловит контроль в лицо, то сваливается со стены. Другие способы спуститься, кроме вражеского контроля, это возвращение на базу, прибытие, вспышка и более адекватные, это автоатака, второй навык и ульта. Но если тебя скинули со стены или ты использовал атаку, ульту, то тебе придется ждать перезарядки первого навыка, чтобы запрыгнуть на стену обратно. Это наиболее частая причина гибели линга, у меня по крайней мере. Второй навык. Основной урон линга. Действует по области, бьет метко, быстро, больно, замедляет и им можно перепрыгивать стены. Приятный и нужный бонус. Замедляет бег. Если применять со стены, то можно нанести удар по области. Правда, он несколько слабее удара на земле. И еще, у этого навыка есть малозаметная особенность. О ней расскажу в тактике. Ульта. Линк подпрыгивает, становясь неуязвимым, обрушиваясь вниз. Противники, что окажутся в центре, там такой выделенный круг, будут оглушены ненадолго. И появятся четыре клинка вокруг арены. Подбирая эти клинки, линк перезаряжает второй навык и получает энергию. Применение ульты не использует энергию и это важно. За счет ульты вы будете уворачиваться от навыков, от контроля и иногда догонять врага. С эмблемами и доп навыками у линка сложнее. Разделим на соло игру и игру в команде. Играя соло и наплевав на всех союзников, можно сделать так. Берем эмблему лесника, вкачиваем все в первую ветку и теперь, забирая лесного моба, по которому мы жахнули возмездием, получаем 50 голды сверху. Это очень повышает скорость фарма линка, потому что им неудобно добивать крипов на линии благодаря его хрупкости. Минус. Вы срезаете фарм команде и должны реализовать себя. Вдобавок у вас нет дополнительного эскейпа после прыжка со стены, а он очень пригодится. Второй вариант. Эмблема убийцы со вторым перком, а дополнительным навыком берем вспышку или спринт. Теперь у вас есть дополнительный эскейп. Сборка. Предмет на лес нам очень пригодится. Самое популярное решение – собирать мачете раптора, но я предпочитаю топор лесной второго уровня, а если мне достается достаточно леса, то и третьего уровня тоже. Плюс раптора в том, что добавляет кроме атаки еще и капельку чистого урона. Тапки. Совсем не берем. А нафиг они нам, если мы перепрыгиваем полкарты за пару секунд. Собираем криты, ярсть берсерка и багровый призрак. После них, или можно после берсерка сразу, берем бесконечную битву. Вот она прям обязательно. Это гиперусиление второго навыка. Она применяется сразу при использовании навыка. Клинок отчаяния увеличит урон по полумертвым. А коса коррозии – это замедление врага и скорость атаки. А как ты помнишь, атаки восстанавливают лингу энергию. На последний слот берем по ситуации. Часто умираешь или в опасной близости от смерти, бери бессмертие. Часто убиваешь и нужно додавить, то мимолетное время. Также можешь взять антихил на автоатаку. И не смотри на меня так. Эффекты от удара вторым навыком такие же, как от автоатаки. Если у противника много танков, бери злобный рык. Или сейв зимний жезл. Все, так. Тактика. Линк имеет низкий урон и ДПМ в начале игры. Но отлично себя чувствует в поздней игре. Поэтому старт будет занят либо фармом, либо будешь догонять и добивать ваншотов. Поскольку линк в этом не уступает фанне, а управляется даже легче. С учетом, что не сразу попадаешь навыком по стене. Кстати, когда нажимаешь первый навык, он автоматически направляется туда, куда смотрит линк. Приноровившись, ты сможешь прыгать в нужном тебе направлении очень быстро. Но, как со всеми убийцами, тут нужна привычка. Чем больше прокачан первый навык, тем дальше сможешь проскакать до того, как закончится энергия. Чтобы тебя не заметили, лучше утыкаться в кусты, стоя прямо на стене. Это я показывал в отдельном видео. Оставлю его в подсказках. Правда, не все кусты теперь работают. И непонятно, как будет в дальнейшем. Может вообще уберут возможность прятаться в кустах, стоя на стене. На старте придется выбрать второй навык и начать вырезать лес, либо первый, чтобы весело прыгать по стенам, раздражая противника. А вот на четвертом, конечно, появляется ульта. Помнишь, я говорил про клинки? При применении они появляются крестом в зависимости от взгляда линга. Один спереди, другой сзади и два по бокам. Их нужно ставить так, чтобы они не застряли в текстурах и можно было их потом удобно поднимать. Есть две формы нападения. Засадная, более безопасная. Ждешь в кустах, ультуешь и запрыгиваешь противника вторым навыком в направлении клинков, чтобы повторить процедуру, пока тот не помрет. Второй способ. Со стены. И он зависит от запаса энергии. Спрыгиваешь к противнику автоатакой, либо вторым навыком, потом опять второй навык и ультуешь. Тут противник должен уже потратить свои прыжки, стараясь оторваться от линга. А теперь основная хитрость линга. Или баг, который потом понерфит. Когда ты жмешь второй навык и оказываешься рядом с противником, нажимай быстренько автоатаку. Так линг нанесет двойной удар. Первый от навыка, второй от автоатаки. Бесконечная битва срабатывает прямо от урона навыком. Но это же двойной удар и он наносит гораздо больше урона, что логично. Еще в этой микрокомбинации отлично себя показали предметы. Клинок семи морей и упомянутый выше мачете раптора. Главное условие. Нужно, чтобы по завершению навыка противник находился близко и линг не бежал к нему для ударов. Если вдруг ганг не прошел, старайся оторваться от противника. Ты можешь перепрыгнуть препятствия вторым навыкам и дать дёру. Ну как дать дёру? Ты же без тапок? Слабость линга в том, что он тонкий и ему приходится ждать кд первого навыка, чтобы спастись. А любой контроль может стать смертельным. Ну вот вроде и все. Надеюсь эти советы помогут тебе играть на линге. Подписывайся на канал. Пиши свои впечатления о линге в комментарии. И ставь свою могучую лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok